Сразу хочу попросить всех, кто смотрит это видео, уважать друг друга и ни в коем случае не проявлять любого рода оскорбления на почве чьей-то национальности. Уважайте других и вас будут тоже уважать. Эта тема попалась нам совершенно случайно и она стала настолько шокирующей, что мы не можем ее не осветить. Естественный прирост населения рассчитан как разница показателей рождаемости, количество рождений на тысячу жителей и смертности, количество смертей на тысячу жителей. Сегодня мы расскажем вам о 10 странах, которые находятся в самом низу списка, если говорить более шокирующими и простыми словами о странах, которые вымирают. Данные являются оценками Всемирной книги фактов ЦРУ США от 2014 года. Поехали! Хорватия. Государство на юге Центральной Европы, частично на западе Балканского полуострова. Бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Естественная убыль населения составляет минус 2,64%. После обретения независимости население резко упало за пару лет на 10%, а далее из года в год падает на несколько процентов. В Беларуси, которая, напомним, занимает первое место по употреблению алкоголя на душу населения, естественная убыль населения составляет минус 2,65%. Население Беларуси стабильно-медленно уменьшается, в основном из-за эмиграции и малой рождаемости. Идет старение наций. Словения, государство в Центральной Европе, образовалась таким же образом, как и Хорватия, после распада Союзной Республики Югославия. Но, в отличие от Хорватии, имела постоянно хоть небольшой, но прирост населения вплоть до 2012 года, когда пошел резкий спад рождаемости. И в итоге естественная убыль населения составляет минус 2,71%. В этот топ неожиданно попадает Германия. С естественной убылью населения минус 2,87%. Происходит это потому, что Германия относится к странам с самой низкой рождаемостью. Помимо того, что количество новорожденных столь мало, средний возраст впервые родивших молодых женщин составляет около 30 лет. Старение и низкая рождаемость Германии в скором времени могут кардинально изменить численность населения страны. Возможно, в 2030 году в Германии будет жить лишь 60-70 миллионов человек, вместо нынешних 80 миллионов. Эстония. Государство расположено в Северной Европе. Ранее входило в состав СССР. Если у Германии проблемы с рождаемостью, то вот у Эстонии проблема в большой смертности. И вот еще один интересный факт. Эстония занимает первое место в Европе по уровню инфицированности взрослого населения ВИЧ. Естественная убыль населения составляет минус 3,4%. В Венгрии. Государство в Центральной Европе. Естественная убыль населения составляет минус 3,46%. Есть очень интересный факт. С 1946 года наблюдается постоянный рост населения вплоть до 1982 года. Начиная с этого года население постепенно пошло на спад. Информации, что же случилось в 1982 году, мы не нашли. Так что, если вы знаете, пишите. Латвия, которая граничит рядом с Эстонией. Естественная убыль населения составляет минус 3,81%. Возможно, причина кроется в том, что по данным Центрального статистического управления, на конец октября 2009 года удельный вес детского населения от 0 до 14 лет составляет 13,8% от всего населения республики. То есть, рождаемость 90-х вообще была катастрофической. Реальное население страны составляет около 1,8 миллионов человек. То есть, на уровне 1920 года. Сербия. Государство в Юго-Восточной Европе, в Центральной части Балканского полуострова. Из-за низкой рождаемости и эмиграции молодежи страна входит в десятку стран мира с наибольшим средним возрастом населения. Сербия имеет один из самых негативных темпов роста населения в мире за все последнее время. Общий коэффициент фертильности, то есть среднее число рождений на одну женщину репродуктивного возраста, 1,44 ребенка на одну мать, что является одним из самых низких показателей в мире. Естественная убыль населения составляет минус 4,58%. Болгария. Государство в Юго-Восточной Европе. В конце 1980-х годов население Болгарии вплотную подошло к 9-миллионной отметке, но затем стало уменьшаться. Сейчас среднестатистическая болгарка в течение жизни производит на свет 1,3 ребенка. Чтобы поддерживать численность населения хотя бы на постоянном уровне, этот показатель должен равняться 2,2 ребенка. Болгарские специалисты в числе основных причин такой тенденции называют низкую продолжительность жизни по отношению к другим странам Евросоюза. Кроме того, с 1989 по 2004 год 800 тысяч болгар, 10% населения, в основном молодежь, покинули страну. Естественная убыль населения составляет минус 5,38%. Ну и наконец, кто же на первом месте с показателем минус 6,31%? И это Украина. Причем она же занимает второе место в мире по смертности. 15,72% умерших на тысячу людей. Больше только у ЮАР, но там рождаемость значительно больше. Если кто не знает, мы живем в Украине. И как жители этой страны мы говорим, что эту информацию никто не показывает по телевизору. Не пишут в газетах, не говорят на радио. Даже более того, перепись населения последний раз проводилась аж в далеком 2001 году. Заставляет задуматься, не так ли? У нас есть телеканал 1 плюс 1. И в начале 90-х годов по нему шла реклама, которая запомнилась многим. Один плюс Один, ты не Один. Нас 52 миллионы. Так вот, за 20 лет нас осталось 42 миллиона. Самая большая смертность – нереально низкий уровень рождаемости в одной семье в среднем 1,25 ребенка. Грубо говоря, все причины такой статистики, которые были в этом топе, есть в Украине. Причем, если взять простую математику, если тенденция сохранится, то через 50 лет в мире останется полтора миллиона украинцев. И да, кому интересно, Россия занимает 27 место, только уже с коэффициентом не убыли, а прироста, который составляет 0,2%. Причем, только в 2014 году Россия впервые с 1989 года вышла в прирост с убыли. Максимальная убыль составляла в 2000 году – минус 5%. А вот другая страна бывшего Советского Союза – Казахстан – находится где-то в лидерах списка с коэффициентом прироста 1,3%. Вот на кого в данном случае надо равняться. Так держать Казахстан. Ну что ж, на этом все. Очень надеюсь, что такая плохая статистика в славянских странах изменится в лучшую сторону. До скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова